Привет всем! Хочу сегодня поговорить опять о провалдере лайнер и о том что такое клевета. Я уже сталкивался как-то в жизни с клеветой, ну с понятием клевета. Это то есть распространение заведомо ложных сведений порочащей честь достоинства другого лица подрывающего репутацию. То есть ты должен точно знать что например человек это не делает и у меня была ситуация что у меня подозрение было ну фактически я уверен был полностью считал что в доме председатель сам себе назначил зарплату либо назначил с нарушениями то есть незаконно то есть по сути это просто кража присвоил денежные средства которые люди платят за квартиру и даже если вам показывают бумажку например что вот там зарплату какое-то решение некое было то эту бумажку же могут подделать и опять же вы имеете полное право законное не признавать приходит какой-то председатель и говорит вот у меня зарплата должна быть миллиард и нифига подобного ну понятно что может он просто с кем-то договорился как обычно бывает подделали эту бумажку ну естественно чтобы это все доказывать нужно обращаться суд а суду совершенно вы не интересны ему совершенно все равно и поэтому ваши права он защищать не будет получается такой тупик у меня получилась такая же ситуация я не пользовался провайдером не несколько месяцев потом мне позвонили я решил опять обратно подключиться потому что подумал что стоимость будет тарифа который 400 рублей она будет 200 потому что услуга она как бы мне восстановится без оплаты 300 рублей опять за подключение более я уже точно и не помнил что она стоит ее подключение 300 рублей как не пользовался несколько месяцев то есть я просто думал что до тариф 400 рублей и услуга она ее подключат потому что я долго не пользовался чтобы я вернулся за это мне опасно подключить эту услугу то есть на сто процентов я был уверен что отключусь за 200 рублей поэтому никак не мог заниматься клеветой на этого провайдера что он хочет вот эти 300 рублей получить опять за подключение но в итоге получилось что я подключился обратно и и эту услугу естественно я не захотел заново подключать за 300 рублей потому что был уверен что она уже есть подключенная и пришлось пользоваться тарифом за 400 рублей при том что еще два провайдера есть с ценой тоже около 400 рублей скорость выше 1 360 по моему другой 350 но со мной никто не стал договариваться сразу обвинили меня в клевете хотя в разговоре как в этом пас последнем я точно помню что говорил что я думал что будет цена 200 рублей и все за месяц то есть никакой клеветы здесь быть и не может и если я и сказал разговоре что может быть эта услуга не подключена то все равно при в момент когда я думал что надо подключиться попробовать к этой сети я думал что цена будет 200 рублей но в этом как бы была суть действий поэтому по моему мнению мне получилось платить вместо 200 рублей чтобы если например я бы эту услугу подключил но я не стал подключать то надо было платить 400 тариф и 300 услуга то есть вдруг 700 вместо 200 нарисовалась плата 700 поэтому естественно было у меня недовольство и опять же написав мне что я занимаюсь клеветой а ведь я несколько раз им заявлял что думал что цена 200 получается они сами должны были знать что человек был уверен что цена 200 и при этом дальше если объявить человека зная то они значит вот это они совершали заведомо ложные сведения к виду в отношении меня и оскорбления получается вот так в общем такая вот ситуация странная поэтому записывайте все разговоры если что-то подключаете только в бумажном виде под роспись что потом можно было это все проверить и ну там номера запоминайте с которых звонили потому что получается получится может все что угодно и вы окажетесь провайдеру что-то должны и вместо интернета у вас будут ругань какая-то бесконечная так так но теперь скажу конкретно по недостаткам вот что здесь заявляется личное общение индивидуальный подход ну как я сказал уже никакого индивидуального подхода не было они могли просто эту услугу подключить но не захотели мне ну не захотели и ладно но суть в том что другие провайдеры какие-то скидки делали многие это единственный который не стал вот какую-то скидку делать хотя бы даже там например чтобы договориться там небольшую скидку так так вот на листочке написал скорость написано до 100 ну там от 25 до 100 до она все время около 25 30 это нормально но до 100 она непонятно когда становится но я имею ввиду ночью я понимаю что с часа до 10 она где-то хотя описание почему-то нет на сайте я примерно знаю что с 12 до 10 утра но это бывает очень редко и вообще может быть один день в месяц или вообще не быть один раз по моему я видел скорость она не до 100 она 90 около 94 мегабит в кабинете если пишет какое-то обращение то срок не установлен но бывает например какой-то сайт не открывается нужный там банка еще чего-то можно позвонить конечно но на это надо будет тратить деньги был офис раньше сейчас его нету как вы понимаете это какая-то экономия бывает что нужно прийти у меня были ситуации с доверенностью надо было приходить то есть но как ты эту доверенность пошлешь по почте точного объяснения как работать с такими вот вещами с доверенностями ничего не объяснили оборудование стоит к нему подключено 220 вольт щиток рассчитан на антенное оборудование мне кажется так нельзя делать есть 20 вольт это отдельный отдельные щитки потому что это напряжение опасная менеджеры вот как я сказал уже не разобравшись сразу начинает обвинять человека и получается если они как бы говорили что я делал клевету а они должны были знать уже из разговора что я был уверен что цена 200 и никакой клеветы нет а дальше если они продолжали бы это делать получается они клеветой занимались на самом деле если с моей стороны никаких нарушений не было и вранья то они могли значит и искусственно как-то создать навесить на меня этот ярлык с клеветой какие у них есть рычаги я сразу естественно подумал что могут и обвинить несуществующим несуществующей несуществующим вранье опять же суды им совершенно все безразлично какие у тебя там права что ты говорил поэтому такие ситуации опасны получается там прав кто больше вопит или кто богаче наверно вот на этом все сейчас я просто посижу за тариф на тарифе 400 рублей потом естественно дальше пользоваться не буду но вот единственно чем я виноват что я побежал за дешевой более ценой побежал что вот будет 200 рублей но хотя ну как сказать не виноват ну никакой в этом вины нет потому что я же не хотел именно эти там украсть 200 рублей что-то еще хотел именно просто вместо 350 за 200 рублей ну просто такая корысть небольшая но она мне кажется есть у всех но будьте с этим осторожны потому что у других то она может быть жадности корысть побольше на этом все пока ребята и